Что мы привозим из путешествий с Авито? Кэшбэк бонусами на следующую поездку. Авито путешествия. Все пройдет, как забронировано. И с кэшбэком бонусами. Ну что, девочки, пора признаваться, кто фанател по юному Джастину в детстве? От того сладкого парня не осталось и следа. Сейчас у Джастина семья, опыт борьбы с зависимостями, спасение брака на грани развода, а в скором времени еще и малыш. Но если вы сейчас хлопаете глазами и думаете, как же вы это все проспали, он же вот, ну, только что встречался с Селеной, то оставайтесь здесь. Сегодня мы разберем самые свежие новости про семейство Джастина и Хейли Биберов. Итак, сегодня в нашем меню. На горячие, конечно же, проблемы в семье Биберов и то, как они спасают свой брак беременностью. Вопрос еще, чьей именно беременностью? Ведь ходят слухи, что Джасти не только ждет ребенка от Хейли, но и уже имеет сына от Кортни Кардашьян. На закуску прошлое Джастина и слухи, которые до сих пор кружат вокруг его персоны. А на десерт новые отношения Селены Гомес и ее отчаянно скрываемая тоска по Биберу. Думаю, ну, очень несложно догадаться, каким именно луком Хейли я вдохновлялась сегодня. Джастин, как всегда, где-то ходят-бродят. Ладно, хоть кепку с биркой оставил, но худой конец продам на Авито. Ссылки на все свои образы помните, где я оставляю? Вот этот чудо-чехол тоже с небезызвестного сайта. По весу как лопата, но смотрится стильно. Найти его можно вот тут и поехали. Отношения Джастина и Хейли с самого начала приправлены перчинкой. Знакомы они аж с 2009 года. Но слухи об их чувствах стали расползаться примерно так в году, в 2014. Сам Джастин и Хейли отнекивались и говорили, что они просто друзья. Ну да, знаем мы таких друзей. Сначала дружат, потом вместе встречают Новый год. Отдыхают вместе в Мексике и чисто подружески целуются. Можно мне такую завернуть одну с собой. И только в 2016 году слухи наконец-то подтвердились, и парочка открыто объявила о своих отношениях. Но ненадолго, в том же году Джастин и Хейли громко расстаются. Джастин находит короткое успокоение в руках Софии и Ричи, после чего пара снова сходится, и на этот раз с весомым результатом. Брак сочетания и аж две красивущие церемонии. Но слухи Джастин и Хейли просто так не оставляют. Их то подозревают в скорейшем разводе, то подозревают Джастина в употреблении котиков, то находят измены и внебрачных детей. А еще подписчики так долго выискивали у Хейли признаки беременности, что девушке пришлось много раз оправдываться, что, мол, это вздутие живота, а не ребенок. Но, к слову, хоть в чем-то наши любимые конспирологи оказались правы. Ведь ребенок у Джастин и Хейли все-таки будет, но об этом чуть позже. Да, отношения Джастин и Хейли не назвать тихой семейной гавнью. В общем-то, из комментариев самого Джастина складывается ощущение, что он не был особо готов к браку и серьезным отношениям, а искал, скорее, возможности закрыть какие-то свои внутренние проблемы отношениями с Хейли. Ну что, девочки, узнали своего того самого тюбика? В интервью 2019 года ВОК они оба заявили, что брак это то еще испытание. Первый год брака был очень тяжелым, потому что было много всего, что возвращает к травмам. Просто не хватало доверия. Было столько чего, в чем не хочется признаваться человеку, с которым ты вместе, потому что это страшно. Ну ладно, не будем зазря ругать Джастина. Все-таки признание ошибок это уже ключ к их решению. Неудивительно, что вокруг брака крутится столько слухов. И как фанаты, так и не самые ярые фанаты, не до конца убеждены в том, что Джастин и Хейли действительно счастливы. Хотя уже в 2023 году Хейли в очередном интервью ВОК сказала следующее. В браке мне больше всего нравится то общение, которое, как мне кажется, между нами существует. Честно говоря, ты мой лучший друг во всем мире. Нет никого, с кем я бы предпочла проводить больше времени или делать что-нибудь. Ну, знаете, довольно красивая история о построении отношений. От проблем и разладов до гармонии и диалогов. Прямо сюжет для фанфика. И совпадение или нет, но в подтверждение этой семейной идиллии, Джастин и Хейли заметили в уютной обстановке на Качеле. И там они выглядели так, словно их медовый месяц снова в разгаре. Погладил по макушке, чмокнул в лобик. И все это под песню Ланы Дель Рей. Ну что, девочки, кто растаял? Но не пришлось долго ждать, и от твиттерских экспертов пришла новая теория. Что, мол, вся эта идиллия это просто театральная постановка, и Джастин и Хейли умело отыгрывают свои роли. Вот, к примеру, Джастин замечен на одном и том же фестивале, но уже в одиночестве. А Хейли вроде как уже уехала. Ну, вы понимаете, муж и жена просто всегда должны быть вместе. Включая походы в туалет. Даже спустя шесть лет брака. Иначе это не любовь, а так актерство. Кроме того, Хейли начали замечать на мероприятиях в одиночестве. И отсутствие сопровождения мужа тоже начало вызывать вопросики. Масло в огонь добавил отец Хейли, который попросил фанатов молиться за брак Джастин и Хейли. Знаете, я прям слышу в голове, как после этого Хейли злится и говорит, Ну, пап. И это при том, что ее отец не заявлял напрямую о проблемах или об антипатии к Джастину. И вообще, как известно, он является достаточно верующим человеком. Так что скорее это был такой посыл доброй воли, а не желание добавить перчиков их отношения. Вот ведь у всех наверняка есть бабушка, которую хлебом не корми, дай помолиться за здоровье родственников. Так что драма, как мне кажется, была раздута на ровном месте. А в мае пара все-таки объявила о своей беременности. Хейли и Джастин романтично целуются в полях, на жене, белое свадебное платье. Муж, просто муж, но все на природе, очень красиво и под музыку. В своем кое-что грамме Хейли подтвердила, что ребенка они очень ждут, и им прямо не терпится стать поскорее родителями. Ну что, у Джастин и Хейли в полнении, и у меня тоже. Ну, почти. Моя подруга уехала в отпуск и оставила мне своего типи на передержку. У меня теперь дома собачий детский сад. Поводок, намордник, лежанки, миски и корм. Бол-вау. Аж 70% животного белка. Вот это действительно вау. Кажется, это из-за него у тебя такая блестящая шерстка. Подруга мне сказала, что типи уже более двух месяцев ест бол-вау. Поэтому у него и аппетит хороший, и за здоровье проблем нет. И что же туда такого кладут? Ну-ка, посмотрим. Горох и цельный ячмень, которые помогают контролировать уровень сахара в крови. Даже розмарин добавили. О, тут еще нет усилителей вкуса и ГМО. Баланс витаминов и минералов идеальный. Так что питомец гарантированно будет здоров. Хм, интересно, какие еще у них есть корма? Да, у Бол-вау есть корм для каждого питомца. 15 функциональных кормов. Для кошек и собак разной породы и возрастов. Тут и с тыквой, и с яблоком, и с брусникой. Прямо как меню в элитном ресторане. Корма разработана с участием ветеринаров так, чтобы питомцы получали самое лучшее и полезное. Ну вот, Типи уже быстро вычистил миску. В следующий раз купим новинку. Корм с ягненком. А по промокоду ВАУ Алина вы получите скидку 25% на Озон и 25% на сайте Бол-ВАУ. Переходите по ссылке в описании и смело берите. С этим кормом питомец будет точно самым активным и самым здоровым. И это все на фоне того, что оба они, и Хейли, и Джастин перенесли некоторые потрясения, скажем так, касаемо своего здоровья. Хейли была однажды госпитализирована из-за тромбоза в ее мозге, а также подтверждала, что у нее есть киста яичника. Что тоже может послужить проблемой к зачатию ребенка. Кроме этого, девушка еще перенесла и операцию на сердце. Джастин же тоже был госпитализирован из-за синдрома Рамзи-Ханта. И, кстати, из-за этого же у него и сорвался концерт. А также у него парализовал лицевой нерв. И все это время фанаты все равно выискивали беременность Хейли. Они цеплялись то за легкое вздутие живота, то за надетый оверсайз. Ну, если ты девушка, и ты не надела обтягивающее платье, то ты беременна. Ну вот просто давайте вообразим. Допустим, Джастин и Хейли давно пытались завести ребенка. Хейли на протяжении всех пяти лет все время подозревают в беременности. У обоих супругов при этом проблемы со здоровьем. И складывается такая неприятная картина постоянного репродуктивного давления на людей, у которых, возможно, просто не появлялась возможности завести ребенка. Но при этом со всех щелей их просто терроризировали этими вопросами. По мне, так картина довольно удручающая. Вам так не кажется? И не только Хейли попала под репродуктивную задачу. Уже примерно так полгода Джастин и подозревают в небрачном ребенке с Кортни Кардашьян. Ходили слухи, что в 2016 году Джастин и Кортни встречались. Но слухи эти никогда не были подтверждены. Хотя страсти тогда, ой, как разгорались. Джастин и Кортни видели в парке развлечений, где Джастин якобы обнимал Кортни. Подтверждающих фотографий, конечно же, не сделали. Но, может, вот тут можно углядеть объятия. Комментарии в кое-что граве под любым ее постом с ребенком связаны с тем, что 90% подписчиков утверждают, что это, ну, точно ребенок Джастина. Вот признавайтесь, как вам такая теория? Как вы думаете, малыш Кортни реально похож на Джастина или это очередная конспирологическая теория? Пишите, обсудим, обмоем. Но есть и другой неприятный момент, который мне кажется уже более реальным. Дело в том, что Хейли и Джастин уже обращались к консультанту по браку. Это такой психолог, который помогает разрулить вопросики в отношениях. Да, брак Джастина и Хейли действительно трещал по швам. Им действительно понадобилась посторонняя помощь. Но ничего подсудного и шокирующего я лично в этом не вижу. Ведь намного лучше разбираться с проблемой, чем закидывать ее в дальний ящик. Но так вот, в беременности Хейли фанаты увидели попытку как-то склеить обратно семью. Но и идея на самом деле не новая. Многие совершают ошибку, заводя ребенка, пытаясь им как пластырем заклеить трещины в фундаменте дома. Хотя все видят, что тут не пластырь или изоленту нужна, а полная перестройка этого дома. Но правду нам, конечно же, никто не скажет. Действительно ли биберы приняли решение завести ребенка из чистых побуждений? Или это попытка спасти тонущий корабль? Ну, узнаем со временем. Но разговоры о детях и постоянная слежка от репортеров и фанатов не единственное, что подшатывало их брак. Например, Джатин довольно долгое время боролся с зависимостью от котиков и алкоголя. Рассказу об этой зависимости посвящен целый выпуск журнала под громким названием «Искупление Джастина Бибера». Сам Джатин говорит, что его жена была одним из тех ключевых людей, кто помог ему в борьбе с зависимостью. Фанаты, размышляя о неудачном браке Джатин и Хейли, находили все новые причины для их развода. Вот, например, как вам такая причина. Хейли слишком много времени проводит со своей подругой Кэндал. Вот так приходишь спокойно, как подружки в гости, раскладываешь роллы, открываешь бутылочку игристого. А бабки на лавке говорят, что отношения с мужем твоим зашли в тупик. И что завтра утром у вас то ли ссора, то ли развод. А все потому, что счастливые жены по подругам не шляются. Есть даже уж, ну совсем абсурдная теория про отношения Джастина с Кэндал. Знаете, складывается ощущение, что Джастина шиперит с любой женщиной, которая появляется в радиусе 5 метров от него. Его подозревали в романе с Шаниной Шейк, Арианой Гранде и, прости господи, Ким Кардашьян. К слову, в последнем случае ему должно было быть 16, а ей 29. Какая-то реверсивная лолита. Сейчас Хейли и Джастина разводиться не собираются, и, по крайней мере, на поверхности, с внешней стороны, у них все выглядит очень даже хорошо. Хейли, помимо подготовки к материнству, активно занимается своим брендом, из-за чего является практически иконой современной женщины. Сильная, активная, самостоятельная. Правда, весь ее запрещенный грамм теперь только про бренд. Ну, ушла в бизнес с головой, что сказать. Я бы вот тоже, если потратила несколько лет на его создание, трещала бы об этом со всех щелей. Но есть, конечно, и другие заговоры вокруг семьи Биберов. К примеру, до сих пор муссируется тема прошлых отношений Джастина и, конечно же, Силены. И вот тут в Хейли пытаются углядеть злостную любовницу, которую увела малыша Джастина из-под носа у бывшей девушки. Я напомню, что Хейли была фанаткой отношений Джастина и Силены. Джастин Бибер и Силена Гомес вместе – это определение подростковой мечты. Фанаты считали это как ненавязчивую поддержку. Люблю вас как парочку, но если расстанетесь, то не как парочку. Солнышко, давай! Я тебя люблю! Давай, мой сыночек, давай! Чуть-чуть осталось, маленечко, маленечко! Давай, давай, молодец! Ну и, конечно, нетрудно догадаться, что Хейли пытаются уличить в том, что она хочет быть лучше Силены. Ну, или хотя бы быть на ее уровне. Вот вы как думаете, Хейли действительно подтачивала отношения Силены и Джастина или была их искренней фанаткой? Делитесь, обсудим. Но сама Силена вот в этих заговорах участвовать не хочет, и бороться за сердечко Джастина точно не намерена. Эта история для нее уже давно закрыта. Или нет? Так или иначе, девушка сейчас встречается с Бенни Бланка, продюсером, музыкантом и автором песен. Для фанатов их отношения были легким шоком, потому что с самого начала у них был больше такой вайп лучших друзей. И, к слову, когда Джастина и Хейли утверждали, что они лучшие друзья, им, а, никто не верил, и, б, они потом поженились. А вот Силене не сразу поверили, что Бенни ее парень, потому что они вели себя как истинные бестис. Да, любовно-дружеский радар у подписчиков явно хромает. Хотя их отношения не то чтобы неожиданность. Силена и Бенни познакомились еще аж в 2015 году на съемках того самого клипа, где Бенни танцующий мишка. Видимо, эта встреча и задыла их тон будущим отношениям. И они встречались на съемках клипов еще в 2019 и 2023 году. Кроме того, в 2023 году Силена устраивала благотворительное мероприятие для поддержки людей с расстройствами психики. А у самой Силены, как мы знаем, диагностировано биполярное расстройство. Я обнаружила, что у меня есть диагноза биполярного диска. Я буду honest. И кто, как вы думаете, был там? Правильно. Бенни Бланка. При этом какое-то время Силена скрывала свои отношения и демонстрировала одиночество. Вот даже песню посвятила своей свободе от любовных уз. В ноябре 2023 года Бенни выпускает свою кулинарную книгу, и Силена не выпускает возможности поздравить его. Ох уж эти женские хитрости. И тогда же диванные шпионы заметили, что на Бенни подписалась мама Силены. Ну и, конечно, слухи поползли. Но долго им ползти не пришлось, потому что уже в декабре они обнародовали свой роман, выложив вот такую милейшую фотографию. Он абсолютно все, что есть в моем сердце. Мила подписала фотографию Силена. А еще через день после этой новости Силена публикует фотографию с колечком, на котором нарисована буковка B. И вот вопрос. Как бы вы отреагировали на то, что кто-то важный для вас вступил в счастливые отношения? Ну, наверное, вы порадовались? Да, но только если вы не подписчик Силены. Бенни Бланка тут же посчитали для нее плохой партией. Парня называют не самым привлекательным и местами даже криповым. Вот, например, на этой фотографии у Бланка разглядели грибок на ногтях. Ну все, молодой человек, отойдите, подвиньтесь. В целом, Бенни очень быстро стал предметом обсуждения в соцсетях. И вся толерантность к внешности человека куда-то резко улетучилась. В лучшем случае люди хотят сделать Бенни более ухоженным. В худшем высмеивают его рост, лицо и стиль одежды. Как будто бы в массовой индустрии нет примера ни одной пары, где один человек стандартно красив, а второй имеет специфичную красоту. Так или иначе, Силена, конечно же, бросилась защищать своего возлюбленного. Вот, к примеру, забавное видео, где Бенни рекламирует свою книгу. А вот, внимание, комментарии под видео. Но Силене все равно, она поддерживает своего парня во всех начинаниях. Ну и, конечно же, к любви к Бенни Бланка, у Силены углядели тоску по ее отношению с Джастином. То чувство, когда свет сошелся на одном человеке. Вот, к примеру, ее цифровой детокс и фото с парнем связали с новостью о беременности Хейли. Вообще, вокруг Силены уже очень давно, я бы сказала, даже десятилетия, выстраивают образ такой вот тоскующей девушки у окна с бутылкой вина, которая просто не знает, куда себя деть и куда податься. Вот вы что думаете, счастлива ли Силена на самом деле? Или она действительно просто прикрывается этим романтичным настроением и красивыми фотографиями, а на деле плачет ночью в подушку? Но есть и другие, более веские причины, почему фанаты в шоке от отношений Силены и Бенни. Например, то, что Бенни опубликовал фото с полуголым ребенком у себя на руках. Но есть и те, кто все-таки видит счастье в глазах Силены. Знаете, в конце концов, что бы не делал Бенни и как он бы себя не вел, общественность как будто бы очень предвзято к нему относится. У Джайсена, к примеру, и котическая зависимость за плечами, и скандалы, и расставания, и много драматичных слухов. Но его при этом все равно обожают, поддерживают и любят. А Силена обрела счастье, и ее осуждают. Как это назвать, если не двойные стандарты, основанные на красивом личике? Бенни действительно ведет себя, как плюшевый мишка. Он ставит сердечки под фотографиями Силены. Активно с ней фотографируется, посещает с ней все ее выставки, мероприятия, и активно постит ее у себя в сторис. Ну а сегодня это высшее проявление любви. И Силена тоже не отстает в этом проявлении чувств. В январе 24 года Силена и Бенни посещают золотой глобус, и она выкладывает вот такое горячее фото. И в целом отношения парочки можно назвать гармоничными. Ну, исходя из того, что мы видим в соцсетях. Сам Бенни, кажется, не верит своему счастью. Отношения у них серьезные, и, судя по всему, Бенни уже планирует жениться население и завести детей. Вот такой вот золотистый ретривер девочки. Каждый, кто досмотрит видео до конца, тоже встретит такого в своей жизни. Хотя в какой жизни? Этим летом. Манифестируем, визуализируем. И пока мир обсуждает каждый шаг эти вот движения Джастина и Хейли и Силены и Бенни, они просто продолжают жить в своей жизни и принимают все радости и испытания, которые предоставляет им судьба. И их истории напоминают нам о том, что даже за самым красивым и, казалось бы, идеальным фасадом не все так гладко. Там могут скрываться проблемы, сложные моменты и борьба за свое счастье. И, в конце концов, только они знают, что происходит за закрытыми дверями их шикарных, огромных домов. И, конечно же, только им решать, как строить свое будущее. На этом у нас сегодня все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Вам не сложно, мне очень приятно. Каналу безумно помогает с продвижением. Пишите в комментариях, что думаете по всей этой суеты с обсуждением отношений Джастина, Хейли, Курки Кардашьян, Силены и Бенни. Делитесь, кстати, что вы пробовали, может быть, из косметики у Хейли. Я прямо, ну, в восторге от этого чехольчика. Идеи для селфи так и назревают. Ну, а я вам желаю отличного дня и увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok